Доброе утро. Вот с чего хотел сегодня начать. Иногда обращаю внимание на то, как мы доносим мысли друг до друга. В каком плане. Я постоянно, например, слышу, мы должны то-то делать, мы должны делать так-то, мы должны то, мы должны это, и пятое, и десятое. И вот это выражение «мы должны», оно меня, честно говоря, поначалу смущало. Имея характер независимый и свободолюбивый, я сопротивлялся этой идее, что я кому-то там что-то должен. С чего? Я никому ничего не должен. И если я там не поступаю где-то как христианин, не делаю то, как мне говорят, что я что-то должен, ну, как бы это мое дело, и, в общем-то, не должно ли вам быть все равно. Но потом я понял, что это просто, на самом деле, обороты речи, которые мы используем, чтобы донести эту мысль. На самом деле, как передать идею о том, что нужно, и было бы неплохо, и это вообще классно, быть, например, проявлять любовь, милосердие, дружелюбие. Вот. Поэтому вот эта идея, ну, я ее продолжу. Мы действительно это должны, на самом деле, если уж так глубоко разбираться. Но это отдельная история. Должны Господа, мы должники Ему. Вот. Но сегодня я хотел поговорить о другом. Сейчас начну. Тоже немножечко издалека, сбоку. Ну, скажите, пожалуйста, вот, приятное, ну, есть такие вещи, которые, например, в нашем мире абсолютно, ну, есть абсолютно добро. Вот. То есть, про них нельзя сказать. Ну, пожалуй, это может быть так посмотреть, можно так посмотреть, может, это добро, может, не добро, и так далее. Да. Вот. Ну, приведу пример простой. Дерево, которое, ну, на котором много приятных, там, плодов, яблоко, да, груша. Ты подходишь к дереву в летний денек, и на нем красные яблоки. И ты понимаешь, что они классные, они спелые, они сочные, они готовы прям, да, срывай, ешь. И никто не скажет, что это плохо. Ну, там, с какой-то точки зрения, возможно, это плохо. Кому-то покажется, бла-бла-бла-бла-бла. Такие вещи есть абсолютное добро. Вот, на мой взгляд. Тут нечего рассуждать и нечего применять всякие хитросплетения, хитросплетенные рассуждения философские. Плодоносящее дерево, куст винограда или что там у них, лоза виноградная, да, какой-нибудь инжир, смоковый, ананасы. Это всегда классно. Ты подходишь и ты радуешься. Другая картина. Ты подходишь к дереву, а оно там изъедено караедами, там, да, сухое полностью или наполовину. Вот, все в лишайнике, мох, гнилые, гнилушки какие-то. Яблоки только выросли, уже гнилые висят. Такое бывает. Или изъедены какими-нибудь этими, ну, всякими пакостями огородными. Вот. И мы понимаем, что нет ничего хорошего. Да, ну, это просто, мы видим, вот, от печати смерти. То есть, дерево умирает. И точно так же, когда мы смотрим на человека, скажите, пожалуйста, с кем вам приятно общаться? С человеком, как властелинка есть, да, как гнилоуст, у которого уста исполнено, там, ну, мата. Вот, и так далее, и так далее. Вот, маленький пример. Я, ну, сам, понятное дело, я, наверное, никогда мата не ругался. Даже будучи неверующим, вот, а уж тем более верующим. И, будучи верующим, стараюсь в целом не употреблять таких, ну, таких вот выражений. Жестких, ну, или каких-то там. Ну, иногда, конечно, бывает, вот, скажешь по-русски. Но, в целом, стараюсь речь чистой держать. Ну, и как-то я, и окружение у меня, то есть, и в церкви, и даже на работе. Все стараются не материться, не ругаться, говорить нормально. По-человечески выражать свою мысль. И тут мне нужно было связаться с одним моим старым другом, с которым мы вместе работали. Вот. Нужно было тоже по работе еще спросить его. Я ему позвонил, и мне прям в ухо ударила волна. Знаете, вот целый, целый вообще поток, можно сказать. Целый поток мата. То есть, он не ругался, он просто так говорит. Он просто изъясняет, выражает мысль таким образом. И, не знаю, может ли он по-другому. Наверное, может, потому что мужик, он не глупый. Но как-то вот он считает, что вот, как-то ему вот так вот видится. Что он должен мысль выразить вот таким образом. И, вы знаете, я поразился, насколько мне это неприятно. Я даже сначала не понимал, о чем он говорит. То есть, у него там через слово. И то там, и тут, и ей. И вот мы привезем. И вот, ты знаешь, вот такое еще есть дело. И вот ей, и вот так еще можно сделать. И вот так вот привезти. Он объяснял это обычные вещи. Ну, то, что касается моей работы. Но вот эта вот волна, она как ударная волна мне в ухо дала. Вот, я же даже опешил, честно говоря. От такого общения. Вот, ну, хотя вынужден был с ним общаться какое-то время. Знаете, мне было неприятно. Ну, вообще неприятно. Хотя, говорю, повторюсь. Мужик, он хороший, нормально, но мерзко. Точно так же человек, который мы знаем, который обманывает, например. Который не тверд в своих путях обещает, не делает. Человек, который, мы знаем, ну, такой, жалуется на всех. Или, ну, короче говоря, вот всякие такие вещи проявляет, нездоровые. Приятно ли нам общаться с таким человеком? И наоборот, с другой стороны, когда мы видим рядом с собой человека, который доброжелательный, мягкий, верный. Который разговаривает нормально, выражает твою мысль. Свою мысль, вернее. Нормально применяет адекватные слова, хорошие. Который общительный, дружелюбный. Который, ну, повторюсь, мягкий в общении, да, интеллигентный, если так можно сказать. Который мы знаем, который отзывчивый, да, отвечает на нужду человека, готов отозваться. То есть, с таким человеком приятно общаться, согласитесь. Из уст которого не исходит там постоянное нытье какое-то, постоянные жалобы на все на свете. Вот, и прочее, прочее, прочее. С таким человеком приятно общаться. Тогда вопрос. Если нам приятно с таким человеком общаться, хотели бы мы, хотели ли бы мы быть такими, чтобы с нами было приятно общаться. Чтобы люди, видя нас, они такие, о, круто, там, пришел, там, например, не знаю, какое имя. Там, Мишан пришел, у них классно вообще. Давай, Мишан, заходи, пообщаемся. Или, например, мы хотим, и, наверное, никто не хочет, чтобы, когда его люди видели, думали, блин, а, как бы вот опять это там, Мишаня зашел. Как вот его бы это, как бы улизнуть от него, да, как бы так вот сказать, чтобы он не начал свои беседы, как бы так вот не общаться бы с ним, как бы подальше вставить в другой угол комнаты, уйти бы вот. Вот. То есть, понятное дело, что мы хотим быть таким человеком, с которым другие хотят общаться. Ну, конечно, я не только общение имею в виду, имею в виду и дела какие-то. Но тогда заглядываем, давайте заглянем в Евангелие Атанна, 15 глава. Иисус в 16 стихе сказал. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. «Дабы чего не попросить от Отца во имя Мое, Он дал вам». Смотрите, Иисус нас призвал в свое царство и дал нам вот эту миссию. Здесь, на земле, Он не забрал нас сразу, когда мы пришли к Нему, когда мы покаялись перед Ним, когда мы стали верующими. Он не забрал нас сразу к себе, но дал нам дело. Одно из дел, как мы видим, чтобы мы шли и приносили плод. И я не зря начал это длинное предисловие со всяких там «яблок, груш», «должен, не должен» и так далее. Вот смотрите, тут речь-то не о том, что мы что-то кому-то должны, а речь о том, что Господь, во-первых, наше назначение. Господь дал нам вот это назначение. Смысл нашей жизни в том, чтобы мы приносили вот этот вот самый плод. И смысл не в том, что мы должны кому-то чего-то. Но наша жизнь будет исполнена плодов, и это есть, ну, должна быть. По задумке Господа, наша жизнь вот такой должна быть. Опять это словцом, но неважно. Наша жизнь, вот чтобы мы были довольны жизнью, чтобы самое главное Господь был доволен нашей жизнью. Вот назначение наше – идти и приносить плод. И здесь мы понимаем, что это не то, что мы обязаны делать то, что мы не хотим, но как бы вот надо. Как на работе, когда приходится делать какую-то работу, которую ты не хочешь. Ну, вроде бы неохота, а хочется отложить ее в дальний ящик. Как начальник там говорит, давай, Вася, делай, не отклонишься никуда от нее, да, никуда не денешься, надо тебе ее делать. То есть, это не так. То есть, это именно вот когда мы будем приносить плод, тогда с нами будет приятно общаться. Тогда мы будем вот теми людьми, которые заходят в какое-то собрание, общество, там, не знаю, тусовку, если хотите. И вот эти вот приветствия не будут деланными, они не будут неискренными. То есть, снаружи улыбаемся, а внутри думаешь, а внутри досада. Опять пришел, как бы его послать куда-нибудь. То есть, это же здорово, когда мы будем такими людьми, с которыми будет приятно общаться. Но, понимаете, вот это и есть плод, о котором говорит Господь. Послание Галатам расшифровывает, частый стих известный, расшифровывает вот этот плод. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть, доброта, милосердие, вера, крутость, воздержание. Смотрите, если мы эти вещи будем проявлять, если мы будем проявлять к людям искреннюю любовь, искреннюю заботу, искреннюю радость в общении, если мы будем нести мир, а не какую-то суету или раздражение, или гнев, или там и так далее, разве с нами не будет приятно общаться? Разве нам самим не будет от этого хорошо? Но ведь об этом Иисус и говорит. Я не говорю о том, что мы чего-то должны, хотя мы должники Господа, как я уже говорил. Но я говорю о том, что когда Писание призывает нас идти и приносить плод, это не какая-то скучная, дурацкая обязанность, от которой побыстрее бы отвязаться, и которой может и не быть в нашей жизни. Но это тот путь, который заповедовал нам Господь, идя по которому мы действительно будем, не хочется употреблять это словцо, счастливо, но Господь нам даст вот эту полноту жизни, о которой Он говорил. То есть наша жизнь будет как раз-таки плодоносной, насыщенной, наполненной. И тоже не хочу сказать, не хочу говорить вот такими терминами, что мы будем являть, привносить в этот мир добро и все такое прочее. Нет, это человеческие рассуждения. По Божьему мы будем прославлять Господа. То есть мы будем показывать собой то, каким Господь является. Если я буду проявлять мир, любовь, то таким образом я буду показывать этому миру, что Господь во мне, потому что Господь есть любовь. То есть здесь в этом смысл. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем воспринимать все вот эти вот призывы, давайте, как какое-то долженствование, как какую-то обязанность нудную и скучную. Но давайте воспринимать вот эти вот призывы в Библии о плодах именно как, на самом деле, путь и как доброе назидание, что ли, как напоминание о том, что должно в нашей жизни быть для того, чтобы наша жизнь была действительно наполненной и угодной Господом. Отец наш Небесный, благослови, пожалуйста, нашей жизни, наполни нас добрыми плодами. Молю Тебя о том, чтобы всяких нехороших плодов, всякой гнили не было в наших сердцах. И прошу о том, чтобы Ты прославлялся через наши жизни. И мы были людьми, угодными Тебе, Господь. Будь прославлены, Отец. Время, Господь. Аминь. 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 Аминь.